День Победы На котором присутствовал председатель Совета ветеранов Равиль Алексеевич Салимжанов. Вам пожелаю мирного неба, счастья, благополучия. И, конечно, хотелось, чтобы не было войны. 78-ю годовщину Великой Победы юные воспитанники отметили в торжественной обстановке. Дошкаляты исполняли военные песни, рассказывали стихи и показывали тематические представления. Пусть всегда будет солнце, пусть всегда будет небо, пусть всегда будет плава, пусть всегда буду я. Тема войны затронула сердце каждого ребенка и взрослого. На глазах у многих были слезы. Все в очередной раз ощутили гордость за подвиг нашего народа. Вот, вот дети, праздник. Вот это самое главное дошкольное учреждение, которое души вкладывает мамой, папой, ветеранами и, конечно, педагоги. Конечно, наши воспитатели, которые все делают для того, чтобы вот так сейчас, как сегодня. И мы всегда говорим. Еще Петр Великий говорил. Приходите к нам в гости. Без оружия. Приходите, пожалуйста. А с оружием не надо. Нужно ли детям рассказывать о войне? Педагоги детского сада убеждены, необходимо, имеет глубокий смысл приблизить детей к этой дате, к событиям того далекого времени. Сегодня это одна из главных задач детского сада, дошкольного учреждения, любого, как я считаю, в нашей Российской Федерации. И мы очень много внимания удивляем патриотическому воспитанию. У нас проходят ежегодно традиционные мероприятия обязательно с родителями. Мы привлекаем родителей. День снятия блокады Ленинграда на 9 мая, 23 февраля. То есть мы стараемся активно принимать участие в этих мероприятиях и воспитывать в детях любовь к родине, любовь к нашим героям, чтобы дети не забывали. День Победы – это праздник мужества, чести и отваги. Праздник в детском саду – это хороший повод для воспитания у дошкольников чувства патриотизма, а также сопричастности к лучшим традициям своей родины. Спасибо за землю, спасибо за небо, спасибо за место, где был я и не был, спасибо за реку, спасибо за солнце, спасибо за след от дождя на оконце, Спасибо за мир, он сейчас есть у нас, спасибо за каждый счастливый наш час. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!